А вы когда-нибудь хотели заглянуть в звездный гардероб? У Виолетты Тельмановой появилась такая возможность. В Алматы прошла благотворительная ярмарка, на которой артисты вместе с казахстанскими дизайнерами продавали свои вещи за копейки. Чем пожертвовали Лидо и Махпал Исабекова? Смотрите далее. 1800. Да давайте округлим уже до пяти. 1800. Раз. 2000. Отлично. Только здесь можно было увидеть, как ожерелье от Алекса Джена продается за 600 тенге, а накидка от самих Дольче и Габбана, которую пару раз надевала Джамиля Серкибаева, за тысячу. Впервые в Алматы прошли подобные фэшн-торги, которые назвали «Звездный винтаж». Организовали это, конечно, люди из мира моды. Я увидела в самолете в Сеул, когда летело очень много деток больных онкологией. Я начала искать адресных детей. Потом решила, что все-таки лучше это сделать сразу с каким-то фондом. И я обратилась к Ружан-Цайну, она, конечно, сразу откликнулась. Все абсолютно прозрачно. Все вырученные средства на ярмарке пойдут в фонд «Милосердие». Помимо аукциона на территории были также выставлены корнеры со одежды казахстанских артистов. Например, Макпал Исабекова предлагает платье, в котором выступала в Юрмале. Бренд не вижу какой, но вот она даже прям подписала. 800 долларов она стоила. Сейчас продается за 40 тысяч тенге. Такая вот красота. Следующая у нас здесь – Дольче Габбана. 45 тысяч тенге. Следующая у нас – Лидо. Здесь мы видим два платья от Дианы фон Фюрстенберг. 45 тысяч. Я решила, что сегодня можно выставить те платья, которые я очень редко носила. Помогаю адресно, когда обращаются. Было, что и тысячу долларов, и две тысячи, и пять тысяч долларов бывало. Экс-солистка группы «ФМ» Анастасия Клещенко поделилась, что и сама нередко отдает свои вещи нуждающимся. Вот я сюда пришла, и мне тоже захотелось что-то сделать, что-то купить, приобрести, дабы дать детям какую-то копеечку, какой-то подарок на эти деньги. Даже если я вижу ко мне за рулем постоянно, многие ходят, денежки просят, я стараюсь давать. Возвращаясь к событию, скажем, что и казахстанские дизайнеры продавали все в дни ярмарки за грош. Организаторы пообещали не ограничиваться одним ивентом. В планах проводить данное мероприятие раз в три месяца.